В эфире служба новостей Саров-24 в студии Мария Ирунич. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. В отпуск без долгов налоговая инспекция проводит ежегодную акцию. Московская классика. Саровчане выступили на автогонках на исторических автомобилях. Большое путешествие – очередное занятие в рамках проекта «Каникулы в художественной галерее». Далее расскажем обо всем подробно. Отпускной сезон в самом разгаре, и кто-то планирует провести его за границей. В преддверии отдыха налоговая служба советует гражданам убедиться в отсутствии долгов. Непогашенная задолженность по налогам может стать основанием для обращения в службу судебных приставов, которые имеют право ограничить выезд должника за пределы России. Подробности далее. Транспортные и земельные налоги. Налог на имущество за 2017 год нужно было оплатить до 3 декабря прошлого года. Если налогоплательщик вовремя не заплатил налоги, то уже со следующего дня он становится должником, и его долг растет каждый день за счет начисления пений. Всего в округах подведомственных Саровской налоговой инспекции в должниках числится 46 тысяч человек. Узнать актуальную сумму долга по налогам, а также оплатить задолженность можно в личном кабинете налогоплательщиков для физических лиц, либо в мобильном приложении налоги физлиц. Для этого просто необходимо внести реквизиты своей банковской карты, либо воспользоваться онлайн-сервисом одного из банков-партнеров ФНС России. Оплатить задолженность можно на сервисе «Заплати налоги» на сайте Федеральной налоговой службы России или в любом почтовом или банковском отделении. Также в торговом центре на Московской 5 раз в месяц будет открыт мобильный налоговый офис. График его работы будет 26 июля, 30 августа и 27 сентября. Работать он будет с 14 до 17 часов. Сотрудник налоговой инспекции поможет любому гражданину, который придет в офис, подскажет актуальную сумму его задолженности, либо об отсутствии долга. Если человек вовремя не заплатит налоги, ему выставят требования. После срока уплаты по требованию в течение 6 месяцев налоговая инспекция имеет право обратиться в суд за вынесением судебного решения. Когда суд выносит судебное решение, мы направляем его уже в службу судебных приставов. И служба судебных приставов взыскивает... Должнику могут ограничить право на выезд из России, арестовать счета или распродать личное имущество. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Этот и другие репортажи вы можете посмотреть в любое время на нашем канале в Ютьюбе. К другим новостям. Не выходит на связь больше трех недель. С заявлением о пропаже человека в дежурную часть полиции обратилась женщина, обеспокоенная долгим отсутствием брата. Мужчина не отвечал на телефонные звонки и не открывал две репортиры. В ходе разыскных мероприятий сотрудники полиции установили мест нахождение пропавшего человека. Как оказалось, он уехал в гости к друзьям в Мордовию. Чем еще запомнилась в минувшей неделе сотрудникам правопорядка, расскажем в следующем репортаже. На минувшей неделе искали не только людей, но и автомобили. В воскресенье в полицию обратился Саровчанин с заявлением о том, что у него угнали машину. Как выяснили сотрудники правопорядка, накануне угона мужчина встретился со своим другом. И они вместе распивали спиртные напитки. Сейчас выясняется факт, был ли угон или это было халатное отношение к самому автотранспорту. Приятель потерпевшего и не думал, что его запишут в угонщики. При выяснении обстоятельств, при которых якобы произошло преступление, стали вскрываться события, которые поставили под сомнение сам факт угона. Заявитель сам отдал машину своему знакомому, потому что в дальнейшем автомобиль был остановлен сотрудникам ГИБДД и гражданин ГИБДД находился в состоянии алкогольного опьянения. На прошедшей неделе зафиксировано 8 дорожно-транспортных происшествий. Вплофинь из них пострадали люди. Спешка водителей в утренний час пик стала причиной сразу трех аварий. Одна из них произошла на перекрестке улиц Давиденко и строитель Захарова. Женщина, водитель автомашины Mitsubishi Outlander, выезжая на перекресток с возрастепенной дороги, не уступила дорогу автомашине ВАЗ-2110, которая двигалась по главной дороге, то есть по улице строителей Захарова. Невнимательность автоледи дорого обошлась водителю отечественного автомобиля. С переломом он был доставлен в приемный покой клинической больницы номер 50. Ремонтом машины мужчина займется после того, как заживет сломанная рука. В результате ДП водитель 71-го года рождения получил телесные повреждения в виде ушиба мягких тканей головы, ссадин теменной области, перелома шиловидного отростка правой лучевой кости, ушиба коленного сустава справа и после осмотра врачом был отпущен домой. На этой неделе сотрудники госавтоинспекции проведут несколько профилактических мероприятий. Накануне выходных на дорогах Сарову пройдет рейд по выявлению нетрезвых водителей за рулем. Также будет организована спецоперация по проверке соблюдения правил перевозки детей. Елена Грискова, Владимир Лисик, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24. Нижегородская область станет одним из трех пилотных регионов по внедрению комплексной системы дистанционного мониторинга природных ресурсов и объектов, имеющих важное социально-экономическое значение. С помощью аэрокосмической съемки можно будет контролировать состояние лесного фонда и лесохозяйственной деятельности. Система также даст возможность в режиме реального времени получать информацию о возникновении несанкционированных свалок и контролировать границы разрешенных мест складирования и утилизации ТБО. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В Нижегородской области упростили порядок получения многодетными семьями земельного участка. Теперь гражданам, имеющим трех и более детей, больше не требуется заключать договор о безвозмездной передаче участка в собственность. Соответствующие поправки в закон вступили в силу в понедельник, 8 июля. Согласно документу, после того, как решение о предоставлении участка будет принято, представители власти в пятидневный срок должны сами сформировать и направить документы для государственной регистрации права собственности. Саровчанам расскажут, каких заболеваний стоит опасаться, планируя отдых за рубежом. Горячую линию по этой теме запустили в региональном управлении Роспотребнадзора. Звонки будут принимать до 22 июля по телефону 8 800 555 49 43. Позвонив на этот номер, граждане смогут узнать, какие болезни представляют опасность в стране, где запланирован отдых, и как можно от них защититься. Кроме того, специалисты Роспотребнадзора расскажут о том, какие потребительские права есть у граждан при получении туристических услуг. Саровская православная гимназия объявила о донаборе ребят в 10-й гуманитарный класс на следующий учебный год. Заявления будут принимать до 31 августа в здании гимназии по адресу Проспект Октябрьский, дом 16. По вопросам поступления граждане могут обращаться в приемную директора с 10 утра до 5 часов вечера. Перед зачислением с ребятами проведут собеседование. Особую роль будут играть оценки в аттестате по русскому языку и литературе. Поскольку набор идет в класс гуманитарного профиля, по этим предметам должны быть как минимум четверки. Более подробная информация по телефону 7 55 15. Продолжается прием заявок на профильную смену «Наше дело-2019» для студентов и лидеров детских и молодежных общественных объединений. Принять участие в традиционном форуме могут саровчане в возрасте от 14 до 22 лет. Смена «Наше дело» — это уникальная площадка, где каждый участник сможет подготовить и предложить к реализации свою инициативу. Она направлена на поддержку активной, творческой, талантливой и способной молодежи. Более подробная информация по телефону 9 78 14. Активисты военно-исторического общества 1945 успешно выступили на автогонках «Московская классика». Соревнования на исторических и классических автомобилях проводятся с 2013 года. В них принимают участие отечественные заднеприводные автомобили, а также автомобили иностранного производства, выпущенные до 1987 года. По итогам гонок саровчане завоевали золото в дисциплине «Жигули-1300», а также бронзовые награды в классе «Москвич-2000». Трассы и виражи на автомобилях с уникальной историей. Перед каждой гонкой машина проходит тщательную подготовку. От того, как автомобиль оснастят к соревнованиям, напрямую зависит результат заезда. На прошедших в столице гонках «Московская классика» участник саровской команды «Черный ворон» за рулем советского москвича стал третьим в категории «Спорт». Участвуют «Волги», «Жигули» нескольких классов «Москвичи». Формулы старые, такие вот из 60-х, 70-х годов. Всего наш город на гонках представляло пять автомобилей. Из них два «Москвича» и три машины марки «Жигули». В категории «Тайм-атак» саровские гонщики выступили также удачно и привезли домой первое и третье место. Готовится автомобиль по своему классу, по своему, как бы сказать, регламенту. Тут что-то можно, что-то нельзя в каком-то классе. Подготовился автомобиль, а дальше выбирается трасса, платятся взносы, доставляется туда автомобиль. Ну и вы, собственно говоря, заявляетесь и участвуете. По такому графику вот уже несколько лет живут гонщики из команды «Черный ворон». Сейчас они готовятся к третьему этапу соревнований, который пройдет уже в конце июля. Но не только гоночными автомобилями увлечены реконструкторы. Экспозиция музея автомототехники пополнилась советским спортивным мотоциклом «Урал М-77», предназначенным для шоссейных и кольцевых гонок. Здесь участвуют в экипаже два человека. Сам пилот, который сидит за рулем. И, соответственно, можно назвать его штурман или человек, который находился в люльке. И при передвижении, при входе в поворот, надо было как противовес вставать, держаться. «Урал М-77» – предпоследний экспонат в линейке гоночных мотоциклов 60-70-х годов. Чтобы завершить этот ряд, осталось найти лишь одну модель того времени. Дарья Цапорыгина, Константин Настровский, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24». Во время каникул для юных саровчан раскрывает свои двери городская художественная галерея. Для детей здесь готовят интерактивные развлекательные программы, показывают мультфильмы или семейное кино и проводят творческие мастерские. Они помогают ребятам развить мелкую моторику и научиться выражать через творчество свои чувства и эмоции. Каникулы в художественной галерее – успешный многолетний проект, который пришелся по душе и взрослым, и детям. Каждый сезон для гостей придумывают новые творческие мастерски на самые разные темы. И это лето не стало исключением. Варенье из-за дуванчиков, следуй за мечтой, чайный сервиз, вкусная история. Вот такие названия, которые сами говорят за себя. У нас наша программа висит на входе художественной галереи. Можно посмотреть ВКонтакте и Фейсбуке, распечатать, сделать нам запрос, мы отправим на e-mail. Так что много разных способов получить информацию и быть в курсе. Одна из программ «Большое путешествие» включает в себя создание поделки в технике пластилинографии. С помощью этого материала ребята украшают вырезанного из бумаги слона. Путешествую по разным странам, мы все-таки решили остановиться на такой тоже яркой, очень сочной, где-то даже в веселой стране, как Индия. Там проходит праздник слонов. И мы решили как раз в творческую мастерскую посвятить этому празднику. Также ребятам предлагают во время украшения своего слоника загадать заветное желание. Многих малышей это вдохновляет проложить все силы, чтобы сделать свою поделку как можно лучше. Мне понравилось закрашивать слоникой и понравилось его закрашивать пластилином. Мне сегодня понравилось делать слонов. Мне понравились слоны, я загадал желание. Мне очень понравилось делать слоников. Мне сегодня понравилось то, что нам сказали, что мы можем загадать желание, пока делаем слоников. И мне само понравилось, как я сделал своего слоника. Также в рамках программы «Каникулы в художественной галереи» с понедельника по пятницу в 14 часов можно посмотреть детские анимационные и художественные фильмы. Это «Пушистый шпион», «Гурвинек», «Волшебная игра», «Девочка Мия» и «Белый лев». Телефон для справок 70287. Все мероприятия для лиц старше 6 лет. Екатерина Опенова, Владимир Лисик, служба новостей Саров-24. Незамысловатый реквизит и хорошее настроение. Это все, что понадобилось подросткам для проведения акции, посвященной Всемирному дню поцелуя. В рамках областного проекта «Дворовая практика» на площадке по улице Силкина активисты клуба здоровья провели флешмоб. О том, кто стал участником романтической акции, расскажем в следующем репортаже. Во дворе дома номер 20 по улице Силкина вновь собрались подростки. В рамках проекта Опен Сама активисты клуба здоровья решили провести акцию, посвященную Всемирному дню поцелуя. Участниками флешмоба могли стать все желающие. Первыми к акции присоединились воспитанники Центра внешкольной работы. Также у нас есть реквизит, который мы взяли с игротеки. Они будут вставать с вырезанными губками. Мы их будем снимать на видео и потом все эти моменты склеим и сделаем один большой ролик. Ничего сложного от участников флешмоба не требовалось. Надо было немного попозировать перед камерой. Девушки первыми приняли участие в проекте. Глядя на них, некоторые юноши присоединились к веселой акции. Романтическое настроение создавали праздничные атрибуты и музыка. Наш флешмоб называется «Кисью». И я думаю, что сами губки символизируют этот праздник и очень хорошо подходят. Женя Станкова – постоянная участница мероприятия клуба здоровья. Проекта летней дворовой практики она не пропускает. В этот раз вместе с друзьями она от души повеселилась, пока позировала перед камерой. Мероприятие было очень веселым, романтическим, так что было здорово в нем поучаствовать. Отснятые видео ребята вместе с педагогами в ближайшее время смонтируют и сделают ролик, который можно будет посмотреть на официальной странице клуба здоровья ВКонтакте и на сайте Центра внешкольной работы. Со всемирным дням поцелуев! Елена Грескова, Владимир Лисик, Служба новостей, Саров, 24. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбуке и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Мария Ирунич. Всего вам доброго и хороших вам новостей! Субтитры подогнал «Симон»!